Изготовили вот часы для Nexi в стандартном корпусе, вставляется плата туда, полностью подключение, здесь будет у нас снизу подсоединены две колодочки датчика и вот такой пин, то есть синим будет отмечено с левой стороны ближе к штекеру, это будет первый у нас, это холодный, ну холодный это обозначено синий, это то есть термометр для улицы, а красным это ну тепло где салон, вот так втыкается соответственно параметры и все. Включаем часы, ну штекер там свою заводскую стандартную отнюдь и все они заработают, вот у нас загорается тут, разгорается здесь у нас часы, вот и соответственно мы можем смотреть температуру, то есть здесь у нас после подключения нужно будет выставить, ну сами часы нужно будет выставить, вот чтобы их выставить, мы уже держим кнопочку D, еще раз держим 4 секунды, появляется значение clock, вот, дальше мы нажимаем еще раз D и у нас переходит в правую, первую регулируем минуты, то есть сейчас у нас 21, вот выставляем время, то есть это у нас вперед, H, M у нас назад, выставляем например сейчас 21.05, выставляем время 5, переключаем, нажимаем D кнопочку, переходит у нас в режим часы и выставляем значение 21, все. Здесь обнуляем секунды, например, если нам это необходимо, нажимаем дальше D, то есть это у нас будет точность времени, корректировка, например, заметили, там убегает и нажимаем по одной, ну вообще-то стандартно 0 стоит, там если что, плюс-минус можно будет нажать. Вот, дальше нажимаем D и у нас будет кнопочка 4, 5, это отключение у нас, то есть мы зажигание выключаем и через 3 секунды у нас сами часы выключаются. Обычно устанавливаем значение 12, но вы можете его сделать на 5. Все, как отрегулировали, все, можно ничего не нажимать, при длительном вот таком моргании она сама выйдет в режим сохранения памяти. Нажимаем D, вот опять видим UA, держим, еще раз держим, переходит в следующее меню, подсветка, то есть нажимаем одним коротким D и мы LEN, это 21 яркость, при включении габарит, при включении габарит, выставляем нужный параметр яркости, все, и light D, яркость на 90, желательно оставить на 90, не надо делать максимальную яркость, на 90 определенно, нормально все светится. Все, опять переходим в режим light и держим D, тут мы увидим дисплей, дисплей это отображаемая информация, опять нажимаем D и здесь будет A on, A off, то есть off это выключает параметр перебежки, то есть каждые 5 секунд будет выводиться на экране информация, то или иного параметра часы, температурный датчик первый, температурный датчик второй и вольтметр. Мы включаем его в on, переходим к lock 5 секунд, температура датчика на 5 секунд, значение хмм мы можем увеличить или уменьшать параметр вывода на экран, т2 и вот вольтметр. По 5 секунд мы выставляем, то есть дисплей у нас выводится информация по 5 секундной информации каждого параметра. Все, вот например у нас сейчас стоит 12,2 вольта подключены к блок питанию, вот через 5 секунд у нас переходит на часы, еще через 5 секунд переходит у нас на температурный датчик первый, он без точки, температурный датчик второй, он показывает то что внутри в салоне, вот температура. И вот так вот у нас информация выходит. При включении габарита, то есть здесь мы подаем питание на габарит, вот при подключении питания на габарит, мы видим как яркость вот на отражении, убираем ярче становится, прибавляем, тусклеем. Вот, и вот так яркость регулируется здесь. То есть этот, тот или иной панораметр мы можем отрегулировать с помощью настроек. Все, никаких сложных дальше в установке проблем нету, включается все в штатный штекер и датчики которые у нас находятся, ну вот такие. Просто проводим, ходим в капот, вот этот в салоне с красной отметкой, синяя отметка мы его кидаем под капот, желательно под крыло. Вешаем в любое удобное место, где мы считаем, что там температура для нас наиболее правдоподобная, правдивая, вот и туда и вешаем. Под печку желательно в салоне не вешать, датчик температуры, иначе будет он у вас показывать именно обогрев, как в нагретости. Желательно его тоже в такое место нужно будет поставить, где у нас самый менее поток печки идет. Ну, цепляем где-то в салоне, где-то под сиденьем, ну где-то в стороне между сиденьем. Ну, в общем, это нужно вам там самим просмотреть, где у вас наименьшее соприкосновение самой печки. Вот, так что вот такие часики устанавливаются, работают хорошо. Все, сделано от экзола тюнинг, обращайтесь, пишите. Экзола тюнинг, светодиодный свет в автомобиле.